Я думаю, что у нас перенеслась специфика в две сферы. Сфера IT наиболее финансово емкая из сферы ЖКХ. Естественно, остается гособоронзаказ, он всегда был в тройке. Вот это тройка, тройка, тройка лидеров. Но все равно IT остается в достаточно высокой степени по деньгам. Мы же сняем деньги, потому что это больше всего денег. Очень много неудачных проектов. Очень много проектов, которые не летают и не работают. Дальше. Дело в том, что у нас коррупция изменилась. Если раньше чиновник помогал бизнесмену, то теперь чиновник и бизнесмен фактически это одно лицо. Особенно на региональных уровнях. В ряде регионов это фактически одно и то же. То есть окончательный выгодополучатель и чиновник это одно лицо. Поэтому регулирование, конечно, идет. Он же и регулирует. Хотя доказать можно, что он является выгодополучателем. Но те же самые, например, дотации, когда он выделяет определенным отраслям. Это транспортный возраст, опять же ЖКХ и еще что-то. Но на сегодняшний момент я просто могу сказать, что, конечно, изменилось. Коррупция стала более системной. Я бы сказал так, что она перешла в западную форму. Если мы раньше говорили о низовой коррупции, то низовая коррупция у нас уходит. И коррупция, поскольку мы живем в капиталистическом обществе, мы живем даже больше того, еще у нас часть элигархического капитализма осталась. А мы даже понимаем, что коррупция – это реаль, которая есть. Просто есть механизмы, которые ее ограничивают. Но нигде в мире ее ограничивать не было. Она стала больше европейской. То есть есть лоббинские группы, есть представители бизнес-интересов огромных системных групп. И вот она стала именно такой. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова